Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет. А того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Я также свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровения. Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. И посредством него Аллах направил на прямой путь из-за блуждения, просветил после невежества, даровал многочисленность после малочисленности и обогатил после бедности. И да пребудет благословение Аллаха над ним, над его благим семейством, над благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. И да пребудет над ними всеми мир. А затем, уважаемые братья, Всевышний Аллах повелел верующим перенимать нрав пророков. Всевышний Аллах разъяснил в своей книге качества пророков. Аллах повелел верующим перенять подобные качества. Всевышний Аллах сказал обо всех пророках. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Аллах также сказал о нашем пророке, да благословит его Аллах и приветствует. Посланники Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обладал самыми прекрасными качествами и использовал в речи самые мягкие обороты. Он да пребудет над ним благословение моего Господа был примером для подражания в том, как он обращался с другими людьми. Сегодня мы поговорим об одном из качеств нашего Господина, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которого он всегда придерживался и разъяснил, что это одно из качеств верующих. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также предупреждал нас от противоположности этого качества. Хадиси, который имам Малик привел в Аль-Муатто Ас-Сафвана ибн Сулейма, рассказывается, что пророка, да благословит его Аллах и приветствует, однажды спросили, о посланник Аллаха, может ли верующий быть трусом? Он ответил «Да». То есть верующий в принципе может оказаться трусом, и это не умаляет его веры. Он ответил им «Да». Ему сказали «О посланник Аллаха, может ли верующий быть скупым?» Он ответил «Да». Затем ему сказали «О посланник Аллаха, может ли верующий быть лжецом?» И он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет». После чего прочитал слова Всевышнего Аллаха. «Воистину ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха. Они и есть лжецы». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил, что ложь – это одно из качеств лицемеров. Он сказал «Признаков лицемеров три». Затем он, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул первый из них. Он сказал «Когда он рассказывает о чем-либо, он лжет. Когда он разговаривает со своими товарищами, он лжет. Или когда он разговаривает со своими детьми, он лжет. Или когда он разговаривает со своей женой, он лжет. Или когда он говорит со своими родителями, он лжет. И ты видишь, что эта ложь течет по его языку, так же, как все остальные его слова. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег нас от лжи в целом. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, вам следует придерживаться правдивости, ведь поистине правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит к краю. И сторонитесь лжи, избегайте лжи в своих собраниях, сторонитесь лжи даже в ваших шутках, не лгите даже в ваших историях и рассказывая то, что на самом деле произошло. И сторонитесь лжи, воистину ложь приводит к беспутству, и поистине беспутство приводит в ад. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был суровым в своем запрете людям лгать. В хадисе Абдуллаха ибн Амира, который привел имам Ахмад, говорится, что в один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был дома. И услышал, как мать Абдуллаха ибн Амира зовет его и говорит, «Сынок, иди сюда, я тебе кое-что дам». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обернулся на ее голос и спросил ее, Ты вправду хочешь дать ему что-то? Ты хочешь дать ему что-то, когда он подойдет? Ты же говоришь, иди сюда, и я дам тебе что-нибудь Ты говоришь, это только для того, чтобы побудить ребенка подойти к себе А когда он подойдет, ты заставишь его сделать что-то или запретишь ему что-то? Или же ты на самом деле хочешь ему дать что-то? Она ответила, да, у посланника Аллаха Я хочу дать ему фиников И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Если бы ты этого не сделала, за тобой была бы записана ложь Если бы ты этого не сделала, за тобой записалась бы ложь Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Всевышний Аллах, говорил Ложь это совокупность качеств лицемера Если лицемер позавидует, он будет лгать Если он затаит злобу против кого-то, он будет лгать Если он пообещает кому-то что-то, он солжет Если он будет выступать перед судьей, он будет лгать Все его плохие качества исходят из этой лжи Поэтому он сказал, ложь это совокупность качеств лицемеров Аллах с похвалой отозвался о своих пророках Всевышний Аллах сказал об Исмаиле, алейхиссалям Поминив писание Исмаиле Воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком Всевышний Аллах восхвалил его за правдивость Также Аллах, аззаваджаль, показал, что ложь одной из качеств шайтанов Аллах сказал, поведат ли вам о том, на кого нисходят шайтаны Они нисходят на каждого лжеца и грешника Они подбрасывают услышанное, но большинство из них являются лжецами Таким образом, ложь это одно из качеств лицемеров и одно из качеств каферов Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал лгать И читал своим сподвижникам аяты, которых запрещалось лгать Всевышний Аллах говорит о событиях судного дня Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость Тому, кто был правдив в Дуньи, его правдивость поможет в Дуньи и в Ахирате Аллах обратился к верующим, о те, которые уверовали Бойтесь Аллаха и будьте справдивыми Будьте справдивыми, когда они разговаривают Будьте справдивыми, когда они дают какие-то обещания Будьте справдивыми, когда они подписывают какие-то договоры Они не будут лгать и не будут обманывать В достоверном хадисе у Аль-Бухари И это хадис от Самуры ибн Джундуба которые передали Аль-Бухари и Муслим. Говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул некоторые события, которые произойдут в Ахирате. Он, да благословит его Аллах и приветствует, увидел их в своем видении. И он увидел некоторые виды наказаний, которым будут подвержены грешники. Он, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал. И мы отправились и пришли к человеку. И вот другой. То есть шли я, Джибриль и еще один ангел. И был другой человек, в руке которого был крюк из железа. Похож на нож, изогнут сверху Обычно его используют для переноски мяса Его подвешивают для чего-либо и так далее Он сказал, вдруг мы увидели человека, в руке которого был железный крюк И тот первый человек стоял перед ним Тот человек с крюком вонзал крюк ему в рот И разрывал его рот до уха Пророк для благословитого Аллаха приветствует, сказал И он разрывал угол его рта до затылка То есть еще дальше, чем до уха, до затылка Затем он вынимал этот крюк и вонзал в другую сторону И раздирал этот рот с угла и до затылка, на другой стороне головы За это время первая половина зарастала И он возвращался к ней и проделывал то же самое Таким было его наказание Пророк для благословитого Аллаха приветствует Увидел это, он испугался На самом деле это было ужасающее зрелище Он воскликнул, Субханаллах, что это за люди? То есть почему человеку рвут рот? Почему он подвергается такому наказанию? И кто эти двое? Джибриль ответил ему, пойдем дальше Пророк для благословитого Аллаха приветствует, сказал И мы пошли дальше И в конце хадиса Джибриль говорит ему Что касается того человека, которому на твоих глазах Разрывали рот до затылка То это лжец Произносивший лживые слова Которые достигали горизонта Он лгал Возможно тому человеку сложно было лгать Чтобы его ложь распространилась до горизонта Возможно это было сложно в прошлом Но сегодня это возможно Посредством одной статьи в газете Или из-за того, что кто-то что-то напишет в интернете Или иногда он напишет нечто в современных средствах связи Человек может придумать новость Солгать Рассказать что угодно И затем ты видишь, как он распространяет свою ложь простым нажатием кнопки Человек, который лгал так, что его ложь достигала горизонта И ложь, уважаемые братья, имеет свои степени Самая ужасная ложь, это ложь на Аллаха и его посланника Всевышний Аллах говорит Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно И не возводите навет на Аллаха Кому бы то ни было недопустимо говорить, что Аллах запретил это или разрешил то Если он этого не знает Это будет ложь на Всевышнего Аллаха и на его законы Также если человек рассказывает хадис В котором возводится ложь на посланника Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Пророк говорит Воистину ложь на меня, не подобна лжи на кого-либо другого Пусть тот, кто преднамеренно возвел на меня ложь Готовится занять свое место в аду До того, как говорит о хадисе Убедись в том, что пророк да благословит его Аллах и приветствует Действительно это говорил До того, как передавать хадис До того, как передавать его кому-то другому в письменном виде Убедись в том, что это достоверный хадис Прежде чем распространять его среди людей Или убедись в том, что он пришел к тебе от заслуживающего доверия человека Который был убежден в достоверности этого хадиса К видам лжи относится ложь перед детьми Вы можете увидеть, как к некоторым отцам приходят их дети И что-то просят у них И для того, чтобы избавиться от их приставаний Когда сын говорит Отец, ты сможешь мне купить это вечером? Или ты обещаешь мне принести это завтра? Отец отвечает Хорошо, хорошо, хорошо И этот отец лжет Он изначально даже и не намеревался принести ему что-то И в хадисе, о котором мы уже говорили Когда женщина сказала Иди сюда, я тебе кое-что дам Пророк да благословит его Аллах и приветствует Повернулся к ней и спросил Ты правда ему что-то дашь? Или этими словами ты просто хочешь его привлечь? Поэтому недопустимо лгать в том, что ты рассказываешь своим детям Нельзя также лгать в обещаниях, которые ты им даешь Иногда мы, возможно, врем нашим детям А когда они потом врут нам, мы их порицаем А они уже видели, как мы сами врем Еще до того, как мы стали им это запрещать Я помню, как наш шейх, да помилует его Всевышний Аллах Шейх Ибн Убас, был спрошен в передаче Нурун Аляд Дарм Его спрашивал один человек Он сказал Шейх, я пишу воспитательные рассказы И читаю их своим детям перед сном Он говорит им, например Один человек пошел и нашел что-то лежащее на дороге Например, хлеб Он поднял его Потом с ним случилось то-то и то-то Пришел риск от Аллаха Он сочиняет им воспитательные истории Чтобы привить им любовь к милостыни Любовь к благу Благочестие к родителям Это нереальные истории Но отец предполагает Что они могли бы произойти на самом деле Считается ли это ложью, шейх, или нет? Клянусь Аллахом Я слушал по радио ту передачу и сказал себе Конечно же, шейх скажет Что ничего страшного в этом нет В этих историях есть польза В них есть благо Они воспитательные И от них нет никакого вреда Кому бы то ни было Отец придумывает историю для своего ребенка Как какой-то человек Дал милостыню Сделал что-то хорошее животному И все в таком роде Это воспитывает в ребенке понятие благочестия Поддержание родственных связей Правдивости Милостыни Я подумал, что шейх скажет Что ничего плохого в этом нет И шейх замолчал Затем он начал говорить Ла и ла и ла и ла Аллах Субхана Аллах Начал думать А потом сказал Клянусь Аллахом Это ложь И я не могу сказать Что это халяль Но в этом есть И педагогическая польза Позволь мне исследовать этот вопрос До следующей передачи Чтобы я посмотрел Разрешено ли ему Это делать или нет Заклинаю вас Аллахом Если этот ученый Смущается от рассказа Который отец рассказывает своим детям Так что же вы думаете Уважаемые о тех Кто придумывает какие-то истории для людей Придумывает их для своих детей и так далее И в которых он полностью лжет Или возможно Для того, чтобы показать себя В каком-то определенном свете Он лжет перед людьми Рассказывая им то, что не случалось Героизм Сказки Интересные истории И все это с ним не происходило Пророк да благословит его Аллах и приветствует Сказал Тот, кто постоянно показывает то Чего у него нет Подобен Надевающему две фальшивых одежды Тот, кто показывает какие-то вещи Что он имеет это И то, что с ним произошло то-то Что он работает там-то и там-то Или когда он лжет Что ездил на каких-то скоростных автомобилях Или что-то еще Он сказал Такой человек подобен тому Кто надел на себя Две фальшивых одежды Даже не одну одежду Иногда люди лгут из-за того Что их побуждает к этому зависть Ты видишь, что человек Завидует владельцу магазина Который является его конкурентом Завидует своему коллеге по работе Завидует своему брату Или своему компаньону по бизнесу Или кому-то еще Он сильно завидует ему И из-за этого Возводит на него ложь Он говорит Изначально его имущество Было таким-то и таким-то Изначально у него Очень сомнительные дипломы Он начинает лгать на него И его побуждает к этому его зависть И это один из отвратительнейших видов лжи Также к видам лжи Относится ложь Для того, чтобы испортить чьи-то отношения Человек врет жене, чтобы испортить ее отношения с мужем Врет другу, чтобы испортить его отношения с другим другом И это одно из ужаснейших преступлений Кроме того, Пророк Да благословит его Аллах и приветствует Разъяснил, что врат для того, чтобы примирить людей Разрешено Так что можно тогда сказать о лжи Ради порчи отношений? Это одно из величайших преступлений Пророк Да благословит его Аллах и приветствует Говорит Лжецом не является тот, кто восстанавливает мир между двумя людьми и говорит благо или даже измышляет какое-нибудь благо. Это значит, что, например, если ты узнал, что женщина ссорится со своим мужем, ты приходишь к тому мужу и говоришь, почему ты не возвращаешься к своей жене и детям? А он говорит, эта женщина плохо себя ведет и не любит меня, не уважает меня. А ты говоришь, брат мой, все наоборот. Мне говорила моя жена, что твоя жена хвалит тебя на каждом женском собрании, делает за тебя дуа и сожалеет о том, что случилось. Но этого не было на самом деле. Твоя жена не говорила тебе ничего, но ты солгал ради того, чтобы приблизить его сердце к ней, чтобы извлечь из его сердца злобу по отношению к ней. Этот вид лжи допустим ради примирения и того, чтобы люди вернулись друг к другу. Но запрещено. Когда человек лжет для того, чтобы рассорить людей, он пересказывает сплетни среди людей, чтобы рассорить их. К самым отвратительным видам лжи относится ложь о снах. Когда человек рассказывает о том, что ему снилось, хотя на самом деле ему это не снилось, он заявляет, что видел во сне такого-то человека, который делал то-то и то-то, или что он пошел к тому-то и видел, как тот сделал то-то и то-то. Это также относится к отвратительнейшим видам лжи. Как пришло в хадисе, в судный день, на него будет возложена обязанность связать узлом два ячменных зерна. Он не сможет этого сделать. Он должен связать два ячменных зерна. Ему говорят, свяжи их вместе в узел, но он не сможет этого сделать. Так же, как ты солгал о том, чего не было, сейчас ты пытаешься сделать то, что сделать невозможно. Это также мусульмане. Является одним из отвратительнейших видов лжи. К ним же относится ложь, когда человек добивается своих прав. Ты видишь какого-то человека. Возможно, между ним и его начальником по работе и между его поручителем между ними есть какая-то проблема. Когда он решает пожаловаться на него, он начинает преувеличивать проблему и дает недостоверные показания. Он требует своего права на какое-то имущество и говорит. И не только это. Он не дал мне зарплату еще в таком-то месяце. И он также не дает другим людям их зарплату. Вовремя. Он начинает врать на него из-за того, сколько всего у него скопилось на сердце. И основа в том, чтобы ты требовал своих прав согласно шариатским установлениям, так как это разрешил шариат. И ровно столько, насколько ты имеешь право. Но когда человек начинает что-то измышлять, считая, что таким образом он требует свои попранные права, это будет одним из величайших видов лжи. К видам лжи относится ложь ради того, чтобы расчувствовать кого-то. Ты видишь, что человек, например, хочет дать тебе милостыню, помочь тебе, как-то ходатайствовать за тебя или еще что-то. И человек начинает лгать и говорить, мой ребенок болен, машина не работает, и вообще я весь в долгах. Возможно, где-то он сказал правду, но в других вещах он солгал. Но Аллах не исправляет деяния, распространяющих нечестие. Если ты лжец, Аллах не приведет к тебе другого человека, который бы тебе помог. Да, Аллах любит творящих добро. Аллах призвал всех людей совершать благие дела, но тебе недопустимо пытаться разжалобить их и получить их помощь через ложь. Им нужно давать столько, сколько нужно, в зависимости от их жалоб и просьб о помощи. Если же ты верешь в этом, то это относится к запрещенному Аллаху действию. И, наконец, о мусульмане. Лгать согласно шариату разрешено в некоторых случаях. В основе ложь запрещена, так же, как и мертвичина запрещена. Но мертвичина была разрешена в некоторых случаях, когда человек вынужден ее есть. И так же ложь запрещена в шариате. И верующий человек не может быть лжецом. Вместе с этим, ложь разрешена в некоторых ситуациях, в особенных ситуациях. К этим ситуациям относится то, о чем мы уже сказали, чтобы примирить людей друг с другом. Но все равно, лгать для примирения допустимо только в том случае, если ты не можешь найти другого способа примирить их, кроме как с лгав. Если же ты найдешь другие пути, следуй им. Но если ты можешь только выдумать что-то, чем ты сможешь убедить, примириться мужа или жену, брата или отца, чтобы отец вернулся к своему сыну, тогда не будет ничего плохого в том, что ты это сделаешь. Так же мужу разрешает солгать своей жене для того, чтобы угодить ей. Например, у человека две жены. Он приходит к одной и хвалит ее. Хвалит ее еду и говорит, ничего более вкусного я еще не пробовал. Затем, когда он идет ко второй, он говорит ей то же самое. В этом нет ничего плохого, даже если он преувеличивает, чтобы она была довольна, чтобы он стал ближе к ней. Или когда он хвалит ее красоту. Хотя он не правдив в своих словах или не убежден в своей правоте, но он делает это, чтобы расположить ее сердце к себе, чтобы между ними увеличилась любовь и симпатия. Во всем этом, так же нет ничего плохого, когда человек врет своей жене, чтобы порадовать ее. Или возможно он был занят со своей второй семьей, другой женой. Затем приходит к первой жене и не говорит, я был у такой-то. Нет, он говорит, я был на рынке, я был в больнице, машина сломалась и приводит другие подобные оправдания. Он сказал это и при этом он солгал. Но он сказал это ради того, чтобы его жена не злилась, узнав, что он был у другой жены. Или что он пошел со своей сестрой, которую жена не любит, по каким-то ее делам. И многое другое из того, что может произойти. Если он врет с намерением сделать ее довольной, тогда в этом нет ничего страшного. Ложь мужа перед женой ради ее довольства это нормально. Но не следует злоупотреблять этим и говорить ей, дай мне своих денег, чтобы я пустил их на бизнес. И он при этом врет. А потом оправдывается. Шариат разрешает мужу поражение. Ложь разрешена ради примирения между тобой и ей, а не для того, чтобы ты обманывал ее, отнимал ее имущество или делал что-то другое подобное. Врач-жене можно только для того, чтобы она стала довольна. Так же и ложь во время войны. В этом нет ничего плохого. Когда человек лжет во время военных действий, как говорится в хадисе, поистине война – это обман. И он спокойно может делать это. На это указывает случай, когда группы кафиров прибыли для того, чтобы напасть на Медину. Тогда прибыло 10 тысяч воинов. И на тот момент это была самая многочисленная армия, с которой только встречались мусульмане. На момент битвы Урва. Пророк да благословит его, Аллах и приветствует. Спросил своих сподвижников, что нам делать? Мусульмане были малочисленны. У них было мало оружия. Что нам сделать? И Сальман, доводедоволен им, Аллах предложил им вырыть ров. И они вырыли ров. Курайшиты прибыли и не смогли перейти этот ров. Они встали лагерем за рвом и начали стрелять оттуда стрелами. Но пророк да благословит его, Аллах и приветствует, все наблюдал за врагами, которые были сзади. За вану Курайзуа. Они находились внутри Медины. Те курайшиты были за пределами Медины. И между ними был ров. Но те, кто сзади нас сейчас, могут поразить нас в спину. И действительно, курайшиты переписывались с бану Курайзуа и договорились на том, что бану Курайзуа атакует пророка да благословит его, Аллах и приветствует, сзади. Тогда один человек из курайшитов принял ислам. Это был Нуайм ибн Мас'уд. Да будет доволен им Аллах. Он зашел в ислам. Он скрыто проник пророку да благословит его, Аллах и приветствует, и сказал, «Я принял ислам». Так что ты думаешь, какую пользу ты смог бы получить от меня? Сейчас пророк да благословит его, Аллах и приветствует, находится в состоянии этой войны. И этот человек принял ислам во время войны. Возможно, тот, кто находился перед пророком да благословит его, Аллах и приветствует, обманывал его. Он сказал, «Постарайся отбить у них охоту воевать с нами. То есть сделай какую-нибудь хитрость, чтобы отвратить от нас эти группы мушриков. Отбей у них охоту воевать с нами. Так, как только сможешь». И Нуайм вышел и отправился к бану Курайза. Нуайм спросил их, «Каким человеком вы меня считаете?» Они ответили, «Ты заслуживаешь доверия». И они еще не знали, что он стал мусульманином. Он сказал им, «Курайшиты планируют вступить в союз с Мухаммадом да благословит его Аллах и приветствуют. Он сын их дяди, их родственник. Они заключат перемирие, подпишут договор и уйдут. И тогда Мухаммад обратит на вас внимание и отомстит вам иудеи самым жестоким способом». Они сказали, «Хорошо, и что же нам делать?» Он ответил, «Возьмите от курайшитов стоих молодых юношей. Придержите их у вас. Если курайшиты предадут вас, убейте их. Они будут у вас как заложники. Если же курайшиты будут придерживаться своих обязательств, то вы отпустите их. Если курайшиты откажутся выдать вам их, это значит, что они действительно вас предадут». Они сказали, «Замечательная идея». Затем Нуайм прошел к Абусуфьяну главе курайшитов в то время и сказал, «О, Абусуфьян, каким человеком вы меня считаете?» Он ответил, «Прекрасным человеком». И он не знал, что Нуайм принял ислам. Нуайм сказал, «Бану курайза, иудеи, пожалели о том, что нарушили договор с Мухаммадом». Они пожалели об этом. Они отправили от себя посланца, чтобы заключить с ним союз. И Мухаммад сказал, «Я не прощу вас, пока вы не приведете мне сто молодых юношей из числа курайшитов, чтобы я убил их. Так я буду уверен, что вы евреи, действительно правдивы со мной». «Если евреи пошлют за тобой, прося у тебя сто юношей, не отправляй им их, потому что они передадут их вашим врагам, и те убьют их». И не прошло и полдня, как к Абусуфьяну пришло послание от евреев, в котором говорилось, «Дай нам сто юношей». Он спросил, «Зачем?» Посланец ответил, «Мы будем держать их у себя, чтобы вы не предали нас». Он сказал, «Нет, это вы предатели, вы договорились с ним и убьете их. Клянусь Аллахом, мы вам никого не дадим». Когда те посланцы иудеи вернулись к своему народу, они сказали, «Абусуфьян отказался выдавать нам кого-либо». Они сказали, «Клянемся Аллахом, Нуайм ибн Масуд сказал вам правду». Курайшиты начали предавать. После этого бану Курайза прекратили свою помощь Курайшитам. И так было, пока Аллах не нанес поражения Курайшитам и не направил на них ветер, который разделил их, разорвал и разъединил. И они вернулись в свои земли. «И та ложь во время войны была дозволенной». Что касается других разновидностей лжи, которыми попустительствуют люди, то человеку надлежит очищать от них свой язык. Я прошу Аллаха сделать нас из числа правдивых и защитить нас от лжи и ее разновидностей. На этом я заканчиваю и я прошу у великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите же у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит его Аллах и приветствует его семью, друзей и любимых ему людей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам и их сунни вплоть до судного дня. О Аллах, воистину мы просим у тебя всякого блага, скорого и последующего, о котором мы знаем и о котором не знаем. И прибегаем к тебе, Господь наш, от всякого зла, скорого и последующего, о котором мы знаем и о котором не знаем. О Аллах, мы просим у тебя совершения благих дел, оставления порицаемого и любви к беднякам. Если же ты пожелаешь смуты для своих рабов, то забери нас к себе неопозоренными и не впавшими в эти смуты. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем кто уверовал господь наш воистину ты сострадательный милосердный о о Аллах, помоги им с их врагом, о живой, о поддерживающий жизнь, о Аллах, объедини их слово на одном, о обладатель величия и могущества, о Аллах, исцели их больных, освободи пленных из их числа, прими их шахидов, помилуй их умерших, исцели их раненых, о живой, о поддерживающий жизнь, о Господь миров, о Аллах, направь нашего правителя к тому, что ты любишь и чем ты доволен, возьми его за хохол и направь его к благочестию и богобоязненности, о Аллах, направь его к твоему прямому пути и сделай так, чтобы его деяния приносили тебе довольство, и также у остальных правителей мусульман, о Господь миров, о Аллах, благослови Мухаммада и семейству Мухаммада, как ты благословил Ибрагима и семейству Ибрагима, и не спошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спослал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину ты хвалимый, славный, твой Господь, Господь могущества, причисть и далек он от того, что они приписывают ему, мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров. Продолжение следует...